Музей ДОТ Рубежа и Жора теперь будет защищен со всех сторон. Экспозиция пополнилась новыми экспонатами. Железобетонный колпак, который во времена Великой Отечественной войны устанавливали на станковый пулемет «Максим», отыскали в районе Синявинских высот. Обнаружить такой артефакт – большая удача. Чаще всего такие конструкции, похожие на колодезные кольца, проседают и уходят глубоко в землю. Она находилась в районе Синявинских высот. Это урочащик Речей. Это были тыловые районы Волховского фронта. Эта точка обеспечивала работу Дороги Победы. Чтобы она не пропала, мы решили ее сюда привезти, потому что в городе практически таких точек больше не сохранилось. Привезенный колпак временно установлен у тротуара. Следующим этапом в создании экспозиции станет его перемещение в тыл ДОТа. Так же, как в 40-х годах, укрепления будут соединены траншеей. Так делали, чтобы обороняться в случае окружения. Здесь у нас со времен войны сохранились траншеи. Вот там у нас мы раскопали землянку, где находился личный состав. Он ночевал не в ДОТе, а в землянке. Вот здесь у нас то самое пулеметное гнездо, где будет установлен этот колпак. Внутри все тоже будет, как в старых чертежах. Сохранилась деревянная обшивка, которая защищала пулеметчиков от бетонных осколков. А наверху луза для транспортировки и установки перископа разведчика. Это такое простейшее устройство, которое вставлялось в это отверстие. У нее четырехкратное увеличение и могли незаметно и безопасно наблюдать за местностью. Ну а передовая линия музея защищена теперь четырьмя противотанковыми надолбами. Их привезли из Белоострова. Так что здесь вполне можно держать настоящую оборону. Кстати, заглянуть в сам ДОТ сейчас невозможно. По весне его подтапливает. Каждый сезон воду откачивают и готовят экспозицию. Как только все будет сделано, музей объявит о дне открытых дверей.